Недавние события в Москве, погромы, нападения на людей, должны быть квалифицированы как преступления, а лица их совершившие понести всю ответственность, понести наказание. Обращаю на это внимание не только министра внутренних дел, но и генерального прокурора и начальника руководителя Следственного комитета. Особенно опасным являются совершения действий, которые направлены на возбуждение ненависти и вражды по признакам расы, национальности или религии. Такие действия угрожают устойчивости государства. В ходе противодействия таким поступкам, таким действиям, милиция может и обязана применять все полномочия и средства, установленные законом. Подчеркиваю, любые законные, необходимые и достаточные средства. Бардака на улицах и в общественных местах быть не должно. Займитесь этим. В отличие от той ситуации, которая в нашей стране была лет 10-15 назад, мы смогли в целом наладить нормальную жизнь. Но это не повод расслабляться. Во-первых, потому что всегда найдутся те, кому такая жизнь не по нраву, кто пытается достичь своих политических, иногда просто мелкотравчатых, корыстных целей, расшатывая общественную стабильность. С ними нужно бороться, и бороться жестко. Во-вторых, это не повод самоуспокаиваться. Значительная часть проблем, существующих и в вооруженных силах, и в правоохранительных органах, и в специальных службах, связана с падением дисциплины. Вот на это, обращаясь ко всем здесь присутствующим, хочу обратить самое пристальное внимание. Дисциплина – ключ к решению самых разных задач. Вы все носите погоны, вы все принимали присягу. Вы понимаете, что это такое? Как только в одном звене начинается расслабление, эта отравляющая действует на всю ситуацию. Обратите внимание на дисциплину, потому что ею заниматься нужно всегда. Это очень важно. Даже в тот период, когда страна, может быть, не имеет таких четко выраженных угроз, как это было некоторое время назад. Но все наши проблемы вам хорошо известны. Это и экстремизм, терроризм на Кавказе, коррупция, деятельность преступных организаций, самого разного толка. На все эти направления работы вам нужно обращать самое пристальное, самое серьезное внимание. Продолжение следует...